Когда я была маленькая, мне казалось, что очень страшная, очень толстая. Но не то, что мне казалось. Если честно, была толстая и страшная. Полторы недели я ревела каждый день. Я ревела часами и не могла понять, что с вами происходит физически. Я задыхалась. Я вообще считаю, что если бы не мой лейбл в прошлом году, возможно, реально Мэри Краймбери бы просто закончилась. И вот я сижу, думаю, что я испытываю? Восторг от него. А вот испытываю ли я сама какие-то чувства? Нет. Прикинь, как тяжело моим бывшим. Пожалуй, не буду. Оставлю этот крест и эту ночь на них. Ну, по крайней мере, я делаю то, на что искренне верю. Маринка. Приветик. Здравствуй. Блин, я, знаешь, я долго думал, как начать это интервью. Обычно у меня идет биография артиста. То есть я один в студии рассказываю, типа, кто ты, как ты. Но здесь мне хочется немного личного. Мы же с тобой второе интервью пишем. Первое было года четыре назад, я тогда приехал на Вельвет. Я тогда тебя и заценила. Я сказала, что ты был первым интерьером, кто без листочка задавал мне вопрос, хотя я была начинающим артистом. То есть ты подготовился до такой степени, не забил на меня, как это делали там все. А, какая-то новенькая, так, ну, это с листочка прочитаю. А ты прям подготовился, приехал, и я такой почувствовала себя немножечко звездочкой. Видишь? А я себя почувствовал такой, вау, офигеть. Я крутой ведущий, оказывается. Это работает. И, ну, вот ты первый человек, который мне просто об этом сказал. Знаешь, я тоже ездил к артистам. Да ладно. Ну, как бы, да, ну, ты отработали, дальше пошли, а ты такая после кадра. Блин, Ванек, ты крутой. Я такой, ничего себе, я крутой. И ты первый человек, кому из артистов сказал, что у меня дочка будет, я папой стану. Да, я помню. Это было маёвка. На втором месяце где-то. Да, да, это было, ну, мы узнали 1 апреля, это было 19 мая где-то, короче. Я офигела вообще. И ты тогда сказала, чувак, вам так повезло. Да. А я еще вообще, ну, я сейчас такой, да. Ты боялся, ты боялся. Нам так повезло. Ну, в общем, короче, это прям, ну, ты не случайный человек, и я очень рад, что ты пришла. Потому что ты прям своячок, и вот на проект «Несу свет» теперь, ну, вот ради, наверное, вот этого. Теперь я с тобой буду нести свет просто. Да, в том числе он и создавался. Ты стадионный артист, Марин. Как ощущения? Да не. Слушай, во-первых, давай так, у меня шоу, вот, я не знаю, когда выйдет это интервью, наперед, когда мы его снимаем, было неделю назад. За эту неделю я еще ни разу не спала без кошмаров про шоу. Про подготовку. Ну, ты знаешь, мой перфекционизм, конечно, у меня в подготовке было огромное количество косяков, лаж и всего подобного, и, соответственно, когда уже шоу прошло, я не знаю, как работает моя психика, почему-то во время подготовки мне ничего плохого не снилось, а после шоу мне снилось, что все не получилось. Хотя шоу получилось. Надо было крутым. И получилось классно. Да, но я еще не выдыхала, потому что вчера у нас была премия, и мы только закончили шоу, мы начали готовиться к премии, то есть даже я улетела на два дня. Потом у тебя гастроли, ты рассказывала. Завтра мы вылетаем на гастроли, и я, короче, вот не могу остановиться, посмотреть назад, даже посты выложить со стадионов, потому что я до сих пор не верю, что это люди, которые пришли на наши концерты. И когда мы заявляли стадион, я же говорила лейбл, я не соберу, не ставьте мне стадион. Ты говорила? Ален, пожалуйста, ну что, ну не стадион. Давайте еще раз стадиум. Ты же два раза его собирала. Да, я дважды собирала стадиум. Ну это же логично, ты дважды собрала 7 тысяч. Ну это может быть и логично, но я, короче, сильно, наверное, отличаюсь от многих артистов тем, что я считаю, важно не взять планку, а держать ее. То есть для меня иногда, как каждая победа, она не доставляет такого удовольствия, потому что я всегда думаю, ну ок, пойдем дальше, ок, дальше, ок, дальше. То есть я как будто не останавливаюсь, не наслаждаюсь, поэтому я не могу сейчас сказать стадионный артист, но у меня пока только два стадиона было, подожди. Эй, come on! Ну вот будем по всей стране стадионы собирать, тогда я приду, и меня опять что-то будет не устраивать. Я сейчас скажу, еще чего-то не хватает. Ты такая, ну я не мировой пока, блин. Да, я всегда же говорю это, знаешь, когда у всех начинается, ну все устают от звездной жизни, я думаю, тоже мне Бритни Спирс вообще в нашей стране появилась неожиданно. Ну как бы у нас нет мировой славы, нет папарацци такого стиля, поэтому мне кажется, уставать от звездной жизни в нашем случае не очень удачная затея. Ну ты же все положила ради этого шоу, ты колени свои, ну сильно била, я не знаю, ломала, я надеюсь не ломала. Уже благодаря хамали это узнали все, то есть мы держали в тайне, что у меня было сотрясение мозга. Да, и что ты ходила вот с этой штукой, которая на шее. Да, я ходила в шею держателя и всем говорила, что ну это просто... И ты думаешь, это работало, типа? Ну слушайте, в целом мне врач рекомендует вообще в течение всего, там всей жизни по часу в день ходить, то есть достаточно такая частая практика в моей жизни. Я думала, с работы я же от продюсеров скрывала. У меня за пять дней до шоу было сотрясение. Слушай, ты от всех скрывала это? Да, вообще от всех, да. Только знала там пару человек, кто на площадке был. Короче, у меня было зачем... В том числе хамали, да? Да, хамали просто приехала на репетицию в этот день, и я с ним поделилась как с другом. И тут я смотрю просто интервью в интернете, где меня спрашивают про шею. Я говорю, да нет, вообще, ну это я просто ношу, чтобы нагрузку шеи снять. Я просто так листаю карусель, и хамали говорит, вы же знаете, она вот упала же. Я думаю, черт, я забыла его предупредить, что я об этом не говорю. То есть просто забыла. Ну в общем, я не видела левым глазом за пять дней до шоу, и не понимала вообще, справлюсь ли я. И впервые в своей жизни, я вообще призываю всех, это становится понятно с возрастом, я впервые не пошла на репетицию, я поехала на МРТ. Я узнала свой диагноз и перестала делать трюки на протяжении двух или трех дней, по-моему. Сотрясение, да, было? Да. Потому что я, короче, понимала, что если я сейчас на репетициях выложусь на максимум, то я шоу могу не отработать. Притом физически могу его не отработать, просто я ничего с этим не поделаю. Мне кажется, с годами всегда становится понятнее, что иногда важнее беречь себя. Поэтому я ездила на репетиции. Я, естественно, репетировала, но все, где нужно было переворачиваться или где нужно было давать сильно большую нагрузку, я отказывалась. И даже когда я понимала, что у нас там завал идет по подготовлению видео между вторым и третьим блоком, я всем в десять вечера говорила, сори, я спать. И все, потому что мне с утра опять нужно было проспаться на тренировку. А у нас было девять генпрогонов в павильоне. И вот все девять генпрогонов я уезжала домой, ложилась спать в 12, вставала просто утром, приезжала опять на репетицию. То есть у меня просто режим солдата был, и я в него вросла как будто бы. То есть вот до сих пор, я даже вчера переносила съемку, говорю, давайте пораньше чуть-чуть снимем, потому что мне уже это как будто бы и нормально. Возрастной. Подожди, то есть ты упала во время одного из трюков? Да. Ну, на самом деле, такая дурацкая случайность была просто. Ну, как обычно и бывает. Меня никто не упустил, просто, да, вот человек, который там ловит меня вот так, вот грубо говоря, он стал чуть с плечом, и я со всей высоты просто полета ударилась в плечевую кость. Ауч. Поэтому, ну да, ауч было, кстати, по ощущениям молниеносно. Да? Да. Но я же еще, знаешь, какой человек, я же виду никогда не подам, что мне плохо. Сто процентов. Я отработала всю репетицию до конца. А-а-а. Плохо мне стало на следующее утро. То есть у меня всегда... Смотрите, да никто даже вообще внутри коллектива не почувствовал, что что-то не так? Нет, все почувствовали, я сказала, что что-то вообще не то, но потом все сказали, да нет, нормально, сейчас все будет. И я вот ждала, что пройдет, и с утра вечером ложилась спать, у меня была головная больная, дико тошнила, вообще прям плохо, но думаю, ладно, сейчас посплю, и все пройдет. Я вот так просыпаюсь, открываю глаза, думаю, о, голова меньше болит. Ток поднимаюсь с кровати, понимаю, что мне больно моргать, у меня просто все давит, я не могу вообще сориентироваться в пространстве, думаю, а, ток не это. Ну вот, так я попала на МРТ. Слушай, а когда вот ты стоишь перед 12 тысячами людьми, вот именно за минуту до выхода на сцену, что это за ощущение? Потому что я тебе честно скажу, вот сегодня, вот у меня сегодня мандраж был, впервые за долгое время, сколько съемок у меня есть, да? Ну типа все равно мандражируешь, немножко. А у меня, ну, ты, я в ресторане, в смысле, в кафе, здесь мои люди все, а у тебя 12 тысяч человек, это что вообще такое? Ну, для меня это подобно страху, я не знаю, прыжка с высоты. Вот, я ощущаю всем телом мандраж, и я не могу стоять, не могу разговаривать. Со мной вообще нельзя разговаривать перед выходом на сцену, это золотое правило всего коллектива. У меня танцоры в этом году, которые заряжались со мной на номера, они сказали все, что угодно, мы танцевать с тобой будем сколько хочешь, но заряжаться с тобой мы не будем никогда, потому что это просто... Это ты электричество, да, такое? Да, но у меня же вообще все с силой, энергией хорошо, и если мне хорошо, то вокруг все улыбаются, а если мне нехорошо, вокруг не улыбается никто. Ты тот самый человек, да-да-да-да. Да, и я же еще обостренное чувство вины у меня, соответственно, если я понимаю, что кому-то из-за меня плохо, я начинаю чувствовать себя виноватой, имитировать другую эмоцию, ну, как бы себе делать хуже, поэтому я всегда прошу, не трогайте меня перед концертами, просто оставьте меня одну вообще, не подходите ко мне, и все будет супер. И я же еще стояла за воротами, заряжалась, должна была, правда, по-другому выходить на сцену, но ничего страшного, как говорится, шоу прошло, и хорошо. И я за три дня до шоу приехала в офис, позвала Денчика, говорю, Денчик, я что придумала? А давай напишем письмо каждому зрителю. Да, я его читал, кстати. Сегодня у меня есть мечта, сделать это шоу самым красивым. Я репетировала каждый день, мы писали новые аранжировки, ставили номера, придумали для вас сюрпризы, включая это письмо. Мне искренне хочется, чтобы ты провел этот вечер в счастье и забыл обо всем плохом, хотя бы на два часа. А вдруг навсегда? Запоминай, первое, когда впервые увидишь меня на сцене, зажги фонарик на своем телефоне. Это не помешает тебе снять видео на память, но сделает начало нашего шоу незабываемым. Ты помнишь, там был первый пункт, когда ты увидишь меня на сцене, зажги фонарик, я говорю, прикинь, мне мурашат. И мне было интересно, во-первых, случится ли это безумно, а во-вторых, я стояла, просто вот так вот смотрела в пол и думала, ну, там наверняка же не полный зал, там наверняка же, ну, какие-то у тебя дурацкие мысли просто в голове. Вот просто открываются ворота, и прикинь, я вижу не просто зал, а весь зал с фонариками на первом же треке. Напомни мне, у кого шоу начиналось сразу с огромным количеством фонарей. Я такого не могу вспомнить. Это я просто вышла, как будто у меня финальный трек с фону же. Я пела еще новую версию Аморы, такую ракешную, и я мурашила весь первый трек так, что мне казалось, я просто сейчас не выдохну, не вдохну вообще. Я просто начала жить на сцене сразу, с первого трека. Обычно у меня случается там через два, через три. А тут я до такой степени погрузилась, и до такой степени прониклась. Мне хотелось каждому человеку крикнуть спасибо, потому что это была моя мечта. Я хотела выйти на свой концерт и увидеть, как все горит в фонарях. Вау. Слушай, а вот просто когда мечта исполняется, она же исполнилась. Что вот следует дальше за этим? То есть, по сути... Новые мечты. Новые мечты. Конечно. Моментально? Да, сразу же. Слушай, а почему собрать еще раз стадион? Классно же. Ну, так я не понимаю, вот как может быть предел мечтаний. Наша жизнь настолько... Мы еще живем в такое время, когда столько всего крутого есть. Как могут закончиться желания? Хотя я знаю, как могут, когда у тебя наступает депрессия. Был период, когда они у меня заканчивались, но я сейчас в хорошем состоянии моральном. И поэтому у меня всегда есть о чем помечтать. И какая у вас следующая мечта? Еще один стадион собрать? Или стадион побольше? Ну, хотелось бы уже футбольное поле тоже собрать. Нормально. Лужники? Чисковые? Нет, вообще просто. Нет, ВТБ. Короче, каждый раз, когда мы приезжали в ВТБ-арену и проходили на хоккейное поле, я смотрела всегда, как тренируется Динамо. Я смотрела на футбольное поле и думала, блин, вот бы это футбольное поле собрать. Там так круто. Я просто завидую футболистам. Ну, ты прикинь, они выходят на... Ну, и у тебя весь стадион, да. Да, и у тебя вокруг... А артистов же еще больше, потому что на поле люди. То есть, типа, поле не зеленое, а там люди как... Да. А прикинь, сцену в центре поле наоборот сделают. Да, да, да. Так и делают. Короче, у тебя просто моментально какие-то новые мечты в процессе. Да, но у меня вообще мечта же самая одна большая и глобальная. И самое главное, что она сбылась. Я очень мечтаю, чтобы мои концерты приносили людям пользу. И все, чему я учусь, я могла бы этому научить других людей и сделать это не при помощи коуча или каких-то усложненных версий, а при помощи добра и света, который можно нести на самом деле людям. То есть я же даже на концертах, в своих текстах, которые я говорю между песнями, я всегда говорю о том, что, конечно, очень классно ходить к психологам круглыми годами и говорить про детские травмы. Но жизнь не в этом. Ну и есть другие классные вещи, давайте посмотрим на них, давайте я покажу другое. И когда я после концерта неделю или две читала отзывы о концерте, когда все писали, у меня поменялась жизнь, у меня стало круче, у меня стало легче, у меня стало лучше, после тебя я пошла поменяла работу, после тебя я рассталась с парнем, после тебя я начала встречаться с парнем, после тебя я помирилась с другом, после твоего клипа я помирилась с папой. Вот это моя мечта. Это единственное, о чем я мечтаю в большинстве случаев, потому что просто быть модной классной певицей, на которую приходят все посмотреть, как будто я такая супертопчик. Хотя ты супертопчик. А, нет. Ну, я же не знаю, даже не наслаждаюсь. У тебя миссия, получается. У тебя есть миссия, и ты ее несешь. Я уверена, что да, потому что я знаю, какое количество судеб я меняю. И я учу людей отпускать свое прошлое не через злость и ненависть. Ты слышал, нашел, я говорила, конечно, переросла песня, она тебе не идет. Да, был период, было время, все это было классно, но мы уже чуть повзрослели все. Давайте как-то по-другому к бывшим. Они все хорошие. Все у них было нормально, все у них было ничего. Главное, чтобы следующие мужчины были прекраснее и лучше в вашей жизни, и девушки в том числе. Ну, я тебя видел, когда это был сентябрь, осенью, короче. Я тебя такое никогда в жизни не видел. Вот ты вот сейчас упомянул депрессию вскользь, но это правда очень было похоже на нее. Ты об этом поешь. Я еще не помню, когда мы с тобой виделись. Ты приезжала на музыку первого осенью, и ты мне рассказывала, что тебя вытаскивают турецкие сериалы. Возможно, один какой-то конкретный. И, короче, ты же в малая поешь о том, что ты заболела так сильно. Я даже не помню турецкий сериал, который я смотрела. Да? Да. Ничего себе, настолько память стерла. Да, мы записывали с Дэном интервью перед шоу, которое не вошло потом. Ну, вошло короткий отрывочек. И я говорила о том, что самое удивительное в своей жизни, я же человек, который не пьет алкоголь, не употребляет наркотики вообще. То есть у меня всегда трезвая память. Я все помню. Я могу, не записывая дела, и с меня могут удивляться абсолютно все, помнить каждое дело, которое мне нужно. Вот мне нужно там десяти людям привезти разные вещи. Я буду помнить, что каждому по отдельности мне нужно привезти. Я очень смутно помню несколько месяцев своей жизни. То есть я практически не могу перечислить, что я делала, чем я занималась. Я помню, я говорю вот так просто, вспышками. Я сейчас говорю, когда мы с тобой виделись. То есть я не могу даже вспомнить момент. У меня так первый год с дочкой. Ну, типа, в целом. Я его мало помню. Стресс. Сильный. Ну, просто у меня был, знаешь, вопрос, что из серии ты крутой, востребованный артист. У тебя все хорошо. У тебя с каждым разом все больше. Ты несешь миссию. И все равно даже такой человек может сильно загрустить, заболеть. Я думаю, как так вообще? Это же не взаимосвязанные вещи. Ну, вот... Успех в работе и успех в твоей жизни – это вообще вещи, которые, ну, как по мне, никак не пересекаются. Твое здоровье никак не пересекается. Знаешь, когда я часто говорю о том, что когда у тебя болит горло, весь день ты думаешь только о том, чтобы у тебя боль в горле прошла. Боль в горле проходит, ты все, как будто уже не помнишь, что у тебя что-то болело. Вот здесь то же самое. Ты можешь сколько угодно находиться на какой-то классной премии, получать какую-то классную награду, но если у тебя в этот момент болит горло, ты будешь думать только о том, что оно у тебя болит. Тебе будет плевать абсолютно на все остальное. Здесь у меня получилось гораздо глубже. У меня совпало физически плохое самочувствие. С моральным, да? С моральным, да. То есть морально... Я вообще не помню себя ни разу такой. Я вообще считаю, что если бы не мой лейбл в прошлом году, возможно, реально Мэри Краймбери бы просто закончилась. Вот я многие вещи... Как артист или как человек? Как артист, да. Потому что я многие вещи сделала бы ошибочно 100% на фоне своей слабости какой-то. Я бы, наверное, много куда бы не поехала. Я бы много чего отказалась. Я бы, возможно, закрылась. Я безумно счастлива, что я могла плакать до 7 утра и в 8 утра выезжать на съемку. И я очень рада, что я выезжала. Потому что если бы я тогда осталась дальше лежать дома, мне кажется, я бы просто с ума сошла. То есть тебя работы вытащило? И люди, с которыми ты работаешь? Я, кстати, думаю, что меня вытащили люди, с которыми я работаю. И люди, которые были в зале, перед которыми мне было на паре концертов безумно стыдно за то, что... Короче, прикинь, после концерта писали, по тебе видно, что тебе очень плохо. А я так пыталась это скрыть, что для меня это было странно. Ты стыдилась того, что люди видят, что тебе не очень? Да. Я стыдилась, потому что я думаю, это какое... Вот я буквально тебе сколько минут назад говорила о том, что я выхожу на сцену, чтобы отдавать. А тут я выходила, и я не понимала, что я могу отдать. Я могу отдать только болезненное состояние. Мне не хотелось этого. Я пыталась вспоминать все самое наилучшее, что было, чтобы хоть чем-нибудь делиться на этих концертах. А у меня не получалось. И вот какие-то дни, я помню, там приезжала к Денчику и говорила, Дэн, я просто не могу. Все, у меня нет сил, я не справляюсь, я не знаю, что происходит. Мне все, Алена и Денис, мне кажется, Ляночка, Лиза, абсолютно все мне говорили, если тебе нужен отпуск, неважно, полугодовой. А, в смысле, иди. Да, иди. Да. А я из-за того, что безумно их люблю, и я не могу себе подвести Алену, я не могу подвести Данчика, я не могу подвести Ляну. Мне хотелось продолжать работать для того, чтобы у них все было классно в том числе, для того, чтобы они в конце концов мной гордились, для того, чтобы они не думали о том, что я себя как-то не так чувствую. То есть я даже в какие-то моменты старалась спрятаться, я могла расслабиться, конечно, и рассказать о своей слабости, но в целом я в какой-то момент, и это меня спасло, меня спасло, когда я замолчала полностью. Вот я высказала все, что я думаю, и взяла такой, знаешь, небольшой обет молчания для самой себя. Я разбиралась только в своей голове, что происходит. Я впервые в жизни попала к психологу, к такому, к которому ты приходишь один раз, и после этого меняешь свою жизнь, а не ходишь каждый день на прием. Это что за волшебник такой? К хорошему очень психологу, которому, знаешь, 70 лет, и он немножко по-другому работает. Ему неинтересно слушать, что там у тебя произошло, какая конкретная ситуация, с каким конкретным человеком. Он возвращает весь фокус внимания на тебя, на самого. Я не знаю, я сидела, я ему говорю, вот, у меня там ситуация, вот, он там поступил, вот так он говорит, это вообще неинтересно. Ты что в этот момент испытывала? Ты что в этот момент? Типа фокус на тебя, именно. Да, то есть он постоянно просто возвращал, вообще отключал меня от поступков людей. И это то, что, прикинь, во мне сохранилось по сегодняшний день. Вот я иногда сейчас, когда кто-то плохо поступает, я начинаю сходу по привычке анализировать, потом думаю, блин, я сейчас почему это анализирую? Вот я конкретно что почувствую в этот момент? Я почувствовала отвращение? Нет, вот не надо с этим человеком больше пересекаться и общаться. Ну, то есть все, я начала... Типа не думать, почему он так поступил, все дела. Да, вообще, мне неинтересно даже уже иногда, почему кто-то так поступил. Реально, за один сеанс? Типа вот так вот, как в фильмах, как в сериалах? А знаешь, короче, знаешь, в чем прикол? Как в сериалах это было. Мне тогда казалось, что я еще норм. А, 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 типа я еще бодрячком, типа держу. Я еще вообще очень даже бодра, я прям вообще в порядке, все хорошо. И я уезжаю домой, он говорит, знаешь, возможно, случится так, что недели две ты будешь плакать каждый день, и у тебя будет немножко перестраиваться сознание. Помнишь, что это нормально? Я думаю, да, я плакать. Я уже только проплакала, что у меня сейчас еще, да, вот эти вот две недели. Короче, я поехала на выступление, выспалась еще так после психолога, мне казалось, мне так полегчало сразу, знаешь, это самое классное, когда тебе сходу помогло. Да, да, ну это же вообще супер. После этого мы еще поехали с мамой, с друзьями, с мамой моего диджея, мы поехали все поужинали, посидели, в три часа ночи приехали домой, и вот начался мой ад. Просто полторы недели я ревела каждый день, я ревела часами, я не могла понять, что с вами происходит физически, я задыхалась. То есть у меня было состояние просто какого-то кошмарного сна. И самое ужасное из того, что я помню, я не могла понять причину, по которой я реву. Потому что у меня мозг взрывался вообще во все стороны. То есть то я об этом думаю, через час я думаю об этом, через час я думаю об этом, и абсолютно все меня доводит до слез. И вот две недели где-то прошло, наверное, и у меня постепенно начала появляться просто как будто бы новая жизнь. То есть у тебя просто мозг перестраивался на то, чтобы фокус на себя всегда, не анализировать чужие поступки, разбираться в себе. Мне не было себя жалко, мне было как будто все видно. То есть все выглядит в мире иначе, когда ты начинаешь смотреть не на ситуацию, а на то, что ты сейчас испытываешь в этой ситуации. Это абсолютно другая тема. Есть такая штука в медитации, не хочу вообще просветленной, конечно, быть ни в одном интервью. И возможно ты это потом вырежешь. Но есть такая тема, вот ты представляешь там себя с человеком. А мы, кстати, медитируем на канале, это нормально. Когда ты вспоминаешь эту ситуацию, ты всегда видишь другого человека в медитации. Если ты хотя бы раз попробуешь отойти от ситуации и встать за спину человека, посмотреть на себя, ситуация будет выглядеть абсолютно по-другому. Короче, это факт реально работающий. То есть ты как будто выходишь из своего тела и смотришь на себя. Этот факт прессуешь добрым людям. Когда ты настолько сильно понимаешь других, что ты всегда забываешь подумать о том, о тебе как вообще сейчас было. А ты на самом деле что почувствовал вообще в ту или другую минуту? А о тебе кто-то позаботился? Ну, то есть, понимаешь, да, вот такие какие-то вещи. Я говорю, не хочу накалять обстановку и негативить, но мне просто кажется, что это важно. Я, конечно, против такого экстренного эгоизма. Мне кажется, что это неправильно. Я все равно ставлю иногда в приоритет интересы других людей. Не могу сказать, что я сама у себя на первом месте вообще. То есть точно нет, если я знаю, что тебе нравится, вот не знаю, вот этот цвет, а мне он не нравится, из любви и уважения к тебе я могу, понимаешь, да, что-нибудь в этом цвете тебе подогнать. Я никогда в жизни не поставлю свой интерес первичнее другого человека. Наверное, это неправильно, но тем не менее. Но все равно я научилась больше замечать, хотя бы в каких ситуациях мне классно, в каких не классно, что мне доставляет удовольствие, что не доставляет. До этого этого не было? Никогда. Я вообще стала понимать, что для меня важно. То есть если я понимаю, что я хочу куда-то поехать, я могу туда поехать. Если я понимаю, что мне нужен выходной, хотя нет, это плохой пример, потому что я их не беру до сих пор. Я понимаю, что мне не нужен, вот в твоем случае. Мне кажется, что я реально... Нет, иногда смотри, вот я понимаю, что мне нужен выходной. Вот я улетела в Турцию после шоу на два дня, думаю, сейчас выдохну. Я просыпаюсь, мы на премию собираемся. Ну, блин, для меня важно сделать классный номер на премии, классно выступить. Ну, важно для меня это. Я не пошла на пляж, потому что там не видно, что в телефоне происходит. Я лежала просто у себя на балкончике и в телефоне весь день просто занималась премией. Зато мы вчера в шариках летали, понимаешь, трюки делали. То есть, ну, мне это доставляет кайф и удовольствие. Наверное, это все-таки все равно тот же приоритет. Ну, у меня вот просто реально, знаешь, как киношные склейки. Мы же с тобой видимся очень редко. И вот мы виделись в сентябре. Ты прям все, вся подавленная, все плохо. Вижу тебя на катке в феврале. Пау! Жизнь прекрасна! Я такой, вау! Ничего себе! Еще какой-то сериал подогнал. И типа я вот такой, как вот это вот, вот этот вот щелчок? Ну, я-то просто, понимаешь, вижу вот это, сразу вот это. Когда это произошло? Слушай, ты реально, прикинь, как тяжело моим бывшим. Пожалуй, не буду. Оставлю этот крест и эту ножку на них. Ну, да. Я с января сияю, наверное. И помнишь, что все говорили, и ты подходил ко мне и говорили, у тебя какой-то мужчина появился, ты влюбилась. Да, 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 типа того. То есть все типа вообще не взаимосвязано было. Я тогда прилетела после Бали. Бали, да. Да, вообще супер. Мне было невероятно. Надо еще раз полететь, кстати, на месяцочек бы. В этот раз мне очень хотелось бы. Что я сделала? Я сначала улетела на Мальдивы, когда это было безвыходно, потому что это единственное место, где меня вообще никто не трогает. И Денчик дал всем установку. Я работала один час в день. О, красиво. Максимум. Это весь Софья знал. То есть мне даже если с утра писали там какие-то дела, писали, знаем, что ты там будешь на связи вот такое-то время, типа ответь. И я могла один раз в день сидеть в телефоне. Все остальное время я сидела с блокнотом возле берега и выписывала абсолютно все свои дела в максимальной тишине, в максимальном уюте. Я не видела ни одного человека в отеле, я не выходила с виллы. Одна. Все это время была. Да, я была одна все это время, но опять все говорили, что я с мужиком с каким-то улетела. Ну, ты уже привыкла. Короче, и... Ну, что? Это твой крест. Ну, это реально мой крест. Да, да. Знаешь, живешь в себе жизнь интроверта, не тусуешься, не бухаешься, тебя постоянно приписывают. Ну, в общем, я вернулась с Мальдив, мне уже полегчало на самом деле. То есть это уже был такой момент, я написала песню «Иначе все это зря». А, ты там написала? В этот момент? Да, я написала ее на Мальдивах последние дни. Кстати, счастливая песня. Да, но я тогда написала «Загадываю себе, чтобы она сбылась». Супер. То есть я себя так не чувствовала. Такая мантра в будущее. Круто. Я сидела и говорила, пожалуйста, я не хочу этот этап записывать в жизнь. Ну, пускай мне не присылаются даже слова про вот все прожитое. Я не хочу быть в песен. Просто забыть. Хватит мне их. Да, я хочу это просто забыть. Вот такое у меня было. Конечно, сейчас мне весело, тогда мне было не весело. Ну, так всегда же бывает. Я сидела и думала, пожалуйста, просто пускай мне, знаете, там полгода отобьет память последнюю, но я не хочу писать об этом песни и не хочу их исполнять. Я не хочу выходить на сцену, нести вот это. Ну, нести вот это вот дерьмо. Да, да, да. Я понимаю, о чем ты. Хочется нести абсолютно другие эмоции. Дай мне слов на песню, которая у меня когда-нибудь сбудется. Вот о чем я говорила. И вот я вернулась уже оттуда. Такое немножко с улыбкой на лице как будто бы. И с ощущением того, что я точно хочу продолжать работать, я точно хочу продолжать жить. У меня пока не супер классно получается, не так, как я мечтаю. Но я иду в правильном направлении. Вот с каким я ощущением вернулась. А потом 10-го числа мы сняли клип на «Иначе все это зря». Мы досняли последние кадры. И я на самом деле за один день решила. Я давно мечтала побывать на Бали. А для меня это было очень странно начать путешествовать одной. А ты до этого никогда так не делала? Ты знаешь, я путешествовала пару раз одна, но за последние годы, наверное, я все-таки путешествовала с мужчиной. И мне так было гораздо комфортнее. Либо путешествовала с друзьями. И мне было очень хорошо. Сейчас я понимала, что я, если честно, очень люблю своих друзей. Они это знают. Но я без них хотела. То есть мне даже друзей не хотелось видеть. Мне хотелось просто выключиться вообще от всего. И я улетела одна на Бали. Я залетела к Клаве на один день в Дубай только. И все подумали, что я в Дубай. Да, и дальше свалила на Бали. Не ставила даже локации, что я там. Как только я поставила локацию, мне сразу все начали писать. Но я даже ни с кем не увиделась на Бали. Практически. Прям ты полностью была одна? Да. Вообще ни с кем особо не общалась? Вообще. Я просто на Вилле жила одна. И более того, даже не в тусовочном районе. То есть я жила в районе Улувату. Для тех, кто был на Бали, они знают прекрасно, что это такой район максимально отстраненный. Вообще у меня даже не было байка. И как бы ты просто фокусируешься, опять же, на своих чувствах, ощущениях. Да, я очень много, я же всю сцену шоу, все шоу переделала на Бали. То есть я на Бали придумала то шоу, которое мы увидели потом. Твой парень все такие, на хрена она поехала? Знаешь, тот пацан такой маленький. Ты знаешь, сколько нам это стоило? Марина. Да, я на Бали устроила первое совещание. Нет, ну серьезно. Ну я такой, ну все-таки, ребята, мы все делаем неправильно. Да, так и было. И все такие, Бали. Да, я позвонила и говорю, все, нужно, короче, сцену делать в стиле скал. И вот как у нас было в этот раз. Да, да, то и было. Ну там же М вписалось очень органично. Но это уже Грей придумал, как вписать туда М. Ну само собой. Но вот я ехала просто, я каталась на кораблике. И я ехала, видела текстуру скал и думала, блин, а вы у кого-то видели серую сцену? И я поняла, что я не видела. Я начала гуглить, типа, сцены там в стиле скал. Серая, типа, сцена. И я ничего не нашла в подобном стиле. Я думаю, класс. Это то, что я искала. И я просто, когда позвонила, первый раз сказала Грею, он сказал, херня полная. Вообще нет. Ну ужас, кошмар. Лучше наша предыдущая идея. А через неделю проникся он, естественно. Проникся и сказал, что да, классная идея. А в последний день на Бали я что? Я посмотрела монтаж клипа. Так. И подумала, что-то не хватает. Эмоций не хватает. Надо кадры на Байке на Бали снять. И я нашла съемочную группу на Бали. Байк нашла? Нашла байкера, нашла байк, нашла стилиста. И в последний день перед вылетом в Москву я еще досняла кадры себе в клип. И потом в итоге на шоу мы выехали на Байке на сцену под эту песню. Да, кстати. Прикольно. Ну, то есть мы все взаимосвязали между собой. Короче, это то. Мне кажется, что вот людям, которым не страшно оставаться наедине с собой, а мне теперь уже вообще не страшно это делать. Я с огромным удовольствием путешествую одна теперь. И вообще безумно кайфую. И в Индию я потом полетела, да. И тоже прекрасно себя чувствовала. Вот я уже полетела сейчас в Турцию. Одна абсолютно тоже. И вернулась одна. И не знаю, мне так хорошо. Мне так классно. Забивать там свое пространство лишь бы кем. Искать там себе отношения. Ну, хоть бы какие-то лишь бы были. Ну, вообще, не моя сейчас история. То есть, по сути, это вот все же продолжение того сеанса у психолога, который сказал тебе, типа, там, фокус там на себе. Все, этот отдых один. Ты просто как бы его вот эту вот установку докрутила. И такая, все, кайф. Ты знаешь, я тут была на свидании. Да, ого. Не недавно, а так давненько уже. И... Уже после вот Бали и тех дел. И абсолютно потрясающий мужчина был напротив меня. Ну, просто, ну, вот я не знаю. Была бы ты женщина, ты бы меня понял. То есть, все прекрасно и все идеально. И вот я сидела, залипала, думаю, боже, и красивый, и умный, и успешный. И все вообще в одном. И любит меня так сильно. Знаешь? Любит? Ну, не прям любит. Ну, видно, что нравится. Да, видно, что нравится. Так. И вот я сижу, думаю, что я испытываю? Восторг от него. А вот испытываю ли я сама какие-то чувства? Нет. И это самая отвратительная эмоция, которую я испытывала за тот день. Я думаю, блин, вот почему так? Почему я не горю в этой влюбленности? Почему у меня нет бабочек в животе и нет желания просто рассыпаться и залететь в новую любовь? Но я сразу поняла, что нет, даже на свиданки больше ходить не хочу. Мне не классно, мне не круто. Не то, что вообще. Вот пока не почувствую, что я влюблена. Но вот ты об этом сказала у автобуса, когда мы с тобой разговаривали. О том, что ты поняла, что для тебя счастье не в том, чтобы быть с кем-то или с каким-то человеком. Для меня счастье в другом. Не сказала в чем? Попустила. Не посчитала нужным. А я вот сейчас пересмотрел, такой, эй, тут же самое главное выпущено. Товарищи журналисты, большой вопрос. Слушай, мне моя продюсер, Аленочка, ее друзья прекрасные, имена которых они не любят, когда их называют. Потому что они медийные. Ты песни их назвала. Да, кстати, песни они есть. Вот они мне всегда там говорили, знаешь, друзья это очень важно и очень ценно. Друзья, семья это первичная, твоя там любовь это потом. Это база. Я не понимала. Ты не понимала? Нет, мне казалось, что ну как, это вот есть твоя любовь, да, вот твой мужчина, и вот это у тебя первичное. Если этого у тебя нет, значит ты уже не можешь быть полноценно счастлив как будто бы. Потому что я так воспитана была, что счастье оно в семье и в детях, а я получается, что уже как бы взросленькая, без семьи, без детей, значит не такой уж я счастливый человек. А просто на уровне вот таких установок, да? Да, мне кажется, на уровне таких установок. Притом я говорю, я не верю в детские травмы, потому что их вот так вот можно легко исключить из своей жизни. Было бы желание жить настоящим временем, а не перебираться в прошлом. Но я в какой-то момент поняла, что, блин, я вот иногда просыпаюсь, не знаю, с утра там делаю спорт какой-то, еду к друзьям куда-то. Недавно гуляла по Никольской одна-два часа, просто одна гуляла. Я так счастлива. Мне так классно, мне так классно от ощущения того, что я могу просто делать, что я хочу, при том, что ничего плохого не делаю. Ехать куда я хочу, выбирать людей по сердцу, а не потому, что мне от них что-то нужно. Выбирать поездки по сердцу, а не потому, что мне нужно куда-то улететь. У меня работа моей мечты. Я создаю для людей праздники. Я всегда говорю, что артист это такой хороший аниматор. И мне нравится эта работа, мне нравится быть немножко аниматором. Мне нравится видеть, когда люди с грустными глазами приходят на концерты, а счастливые уходят. Это же круто, не наоборот же. То есть я делаю что-то классное для других, меня это вдохновляет еще больше. За счет того, что я делаю что-то классное для других, я потом могу делать что-то классное для себя. То, что мне лично доставляет удовольствие. Но раньше не делала. Не. Я вообще всегда... Ну это моя ошибка, опять же, я никого ни в коем случае не виню. Я всегда погружаюсь в жизнь другого человека. Я всегда стараюсь, чтобы кому-то было классно. Я всегда стараюсь позаботиться обо всех. Но ты не поверишь, это не изменилось. Это просто отошло на второй план. То есть я просто теперь делаю хорошо тем людям, с кем у нас одинаковые интересы. Не больше, не меньше. То есть я выбираю изначально в свою жизнь людей, которым нравится то же самое, что и мне. И когда я делаю им приятно, мне само от этого классно. Я не делаю это себе в ущерб. То есть я делаю ровно то же самое. Я просто многих отсеяла, многих привлекла в свою жизнь, с кем теперь у меня полная гармония, как мне кажется. Хоть я и не исключаю новые потери. Друзья мои, канал Несу Свет активно развивается. Мы уверенно двигаемся к десятке, за что я абсолютно искренне благодарю каждого из вас, потому что для меня это вау. У нас все еще нет платных интеграций, поэтому мы продолжаем классную традицию. Рассказывать здесь про людей, которые делают крутые штуки. Это интервью с Мариной мы записали в магазине, которым владеет моя тетя. Котомка. Котомка это магазин экологичных товаров. Это даже больше, чем магазин. Это полноценное образовательное пространство для тех, кто хочет познакомиться с экологичным образом жизни. Здесь постоянно проходят мастер-классы, лекции, люди собираются вечерами смотреть кино. А в ассортименте представлены вещи, которые заменяют одноразовые в повседневном использовании. Столовые приборы из бамбука, восковые салфетки, многоразовые бахилы, ушные палочки и многое другое. Так Марине сегодня очень зашли свечи, денежные свечи, которые приносят деньги. И я обязательно спрошу у нее в следующий раз, сработали они или нет. Положа руку на сердце, я пока далековато от экологичного образа жизни, но магазин нравится моей жене, поэтому у нас дома есть авоська. Я каждый день бреюсь многоразовой бритвой. Ну и вообще, будете на Маяковске, заходите, залетайте, адрес появился прямо здесь, ссылочка на котомку в описании. Короче, здесь классно. И на канале Несу Свет классно. Мы продолжаем интервью. Погнали. В общем, я в Телеграме сделал пост о том, что... Сейчас Телеграм? Телеграм-канал, да. Да, я шучу. Лайн Корней, подписывайся. Вот, я поэтому и спрашиваю. И, короче, там сказал, что напишите свои вопросы, если мне понравится, зацепят, я Марине задам. Вот человек, Вова Икс, кто бы то ни был, он написал. Марине, есть две очень похожие песни. Океаны, иначе все это зря. Если говорить слишком обобщенно, а не про счастье, что натолкнуло меня на следующую мысль. Почему эмоции от счастья и любви такие одинаковые, а несчастье у каждого приобретает свою форму и по природе свои слишком многогранно? А вот мне кажется, что счастье может быть разным, и я докажу это, когда выпущу свой летний сингл, потому что у меня впервые будет счастливая песня, но она звучит не как «Океаны на часу это зря», а «Океаны на часу это зря» звучали одинаково и звучат целенаправленно. И у меня был период песни «Танцую как будто рядом океан», и я считаю, что не углубляясь ни во что, это было мое последнее счастливое состояние. И когда я сочиняла следующий трек, я хотела написать песню в стиле Мари Краймбрери, песни «Океан». Как отсылка такая, да? Да, знаешь, когда артисты берут у других артистов, а я хотела взять референс у самой себя и вернуться в то состояние, когда я песню «Танцую как будто рядом океан» посвятила Денчику по большому счету. Это из его фразы родилось, да. Это из его фразы родилось, то он сказал «Танцую как будто рядом океан», и я ему написала песню и говорю «Я тебе желаю, чтобы у тебя появилась девушка, которая тебе скажет все эти слова». И тут я написала песню «Начу это зря», загадав себе, что у меня появился мужчина, который скажет мне эти слова, и чтобы я себя чувствовала такой, даже когда я нахожусь одна. Вот в чем был основной посыл. Поэтому, мне кажется, и счастье бывает разным, и несчастье, конечно, бывает разным. Не могу сейчас дать какую-то, знаешь, умную цитату на тему грусти, на тему всего остального, но мне кажется, по количеству грустных песен понятно, что, если честно, они тоже все об одном. Маша Замышляева спрашивает, как долго ты привыкала к себе, как полюбила себя. Я просто чуть разверну этот вопрос, потому что это же тоже, вот сначала у тебя был клип, в котором ты полностью снялась без мейка. И это твой первый шаг к принятию своего тела, да, там себя такой какая-то есть. Потом «Малая пой», да, и когда ты говоришь, самый откровенный трек. Это же тоже постепенно все. Очень. Как вот ты к этому пришла? Как я пришла к тому, что сейчас с тобой на интервью сижу без накрашенных глаз, да? Типа того. Короче, когда я была маленькая, мне казалось, что очень страшная, очень толстая. Но не то, что мне казалось. Если честно, была толстая и страшная. По моему собственному вкусу. А, ну в смысле, ты на себя смотрел такая толстая и страшная? Да. Ну и людям я не особо нравилась, да? Хотя, кстати, ухажеры у меня всегда были, но я думаю, это дело в харизме. Ладно, может, тебе надо поправиться. И жизнь наладится. Майки не слепаные, ты просто похудела. Марина, отпусти себя. Хавый круассан. Круассан в студии, пожалуйста. Еще один. Короче, и когда я стала вырастать, я огромный ценитель женской красоты, я стала кайфовать от девочек, которые там себя делают. И думаю, блин, вот у меня маленькая грудь, когда у меня будут деньги, я пойду себе сделаю большую грудь. Потому что мне так нравится большая грудь вообще. Я буду еще более красивой, чем сейчас. Значит, у меня нижняя губа больше верхней. Я думаю, вот у меня будут деньги. Я пойду и сделаю себе верхнюю губу равномерную. И чтобы тоже у меня как бы все было классно. И так я всегда вот откладываю, когда у меня будут деньги. И вот, короче, у меня есть деньги. Я не сделала себе ни губы, ни скулы, ни грудь, вообще абсолютно ничего. И чувствую себя, мне кажется, самым уютным и милым человеком в этой жизни. И больше не хочу претендовать на звание подиумной модели, потому что с моим ростом 160 было бы глупо об этом мечтать. Я поняла одну простую и классную вещь после, наверное, многих слов своих друзей, которые называют многих женщин с женщинами сканер. Потому что они все друг на друга реально похожи. Ты по копии просто одна другая. Да, я бы рассказала одну историю, но я просто не хочу никого обижать, как я именинницу не могла определить среди других именинниц. Потому что по описанию они все были одинаковые. Реально. И они все красивые, понял? Ну, естественно, надо как-то выкапывать себя. Они все невероятно харизматичные и красивые. Нет, они не харизматичные, а красивые. То есть они очень красивые. А как у тебя именинница очень красивая блондинка с большой грудью? Нет, вот я говорю, я детали не буду давать, потому что сейчас кто-то из организаторов посмотрит, узнает. Это так? Мы много где работали на Дни рождения, никто не поймет, о ком идет речь. Но диджей эту историю никогда, мне кажется, не забудет. Потому что я просто разворачиваюсь, и он говорит, ну вот это вот черту называет. И я говорю, Миш, они все такие. Просто. Я говорю, это же один в один. Одна и та же история. Давай сыграем в игру. Кто именинница, говори я. Кто именинница... Да! Ты знаешь, как у меня друг говорит сейчас, когда встречаешься с девочкой, не знаешь, что дети хорошо, если будут похожи на маму или плохо, потому что ты не знаешь, каким человек был до пластики. Вот я поняла, что если мне что-то прям, конечно, сильно будет не устраивать, я пойду и сделаю когда-нибудь себе, наверное. Но в целом, ну вот не дала мне природа большую грудь. Мне что, теперь убиться от этой мысли? Ну ты когда такая, типа, ну и все, окей? Когда ты себе сама сказала, что хватит? Мне кажется, что благодаря как раз-таки моим продюсерам, благодаря тому, что меня окружают люди, которые меня так сильно любят, и они меня вот так сильно любят такой. И я всегда думаю, блин, а для кого я собираюсь еще доделать что-то для себя? Почему они меня видят вот своими глазами, я для них красива, а я себе не могу такими глазами увидеть? И я учила себя смотреть на себя глазами других людей. Как долго ты училась смотреть на себя чужими глазами? Ну, годик, наверное, училась. То есть не могу сказать, что... То есть ты такая, типа, смотришь на себя в зеркало, блин, вот, а потом такая, а вот Дэн сказал, что я красивая? Да, я смотрела в зеркало и думала, мне не нравится там моя попа. Я думаю, ну, как бы, наверное, ее уже качать, да, нужно, чтобы она нравилась? Ну, пойди. Ну, логично. Ну, да. То есть мне там не нравится отсутствие талии у меня, мне не нравилось, потому что у меня кубики пресса. И я думаю, то есть... А мне всегда хотелось, чтобы у меня просто талия была. А кубики пресса мне не хотелось. Если что-то не взаимосвязано с тобой вещь. То есть не бывает и талии, и кубиков. У тебя либо кубики пресса, либо ярко выраженная талия будет всегда. То есть если у тебя есть кубики, значит, у тебя не будет талии? Ну, ярко выраженная нет. Это невозможно физически. То есть я стала отказываться от кубиков и делать упражнения на талию. Я не начала себя нравиться. То есть я думаю, не-не-не, я скучаю по своим кубикам. Я лучше вернусь обратно. Мне на самом деле нравится спортивное телосложение. И я поняла, что просто мне все же говорили, ой, это у тебя мужиковатый верх такой. Я думаю, да и срать мне вообще, что у меня мужиковатый верх. Мне нравятся кубики, это классно. Я сама, когда вижу у других девочек кубики пресса, мне кайфово от этого. Я не комплексую. Я поняла, что у меня красивая зона с ключицами. То есть, знаешь, я этого не замечала там раньше. Я поняла, что у меня много есть, наоборот, классных черт характера. Но уже ростом я точно не выросла. Но я родилась и 160 сантиметров. Ну, 160 сантиметров харизмы. Ну, какие-то вот есть вещи, которые я начала больше ухаживать за волосами, чтобы их отрастить. Потому что я сняла нарощины, я же сняла все и начала заниматься своими. Я не могу сказать, что я вот приняла себя такой, какая я есть. Нет, я знаю лучшую версию себя, которую могу сделать. Но просто я это все делаю без вмешательства в свое же тело. Потому что мне все-таки кажется, что тело – это не просто оболочка. Оно несет такую нагрузку ежедневно. Справляется с таким количеством ранок, когда мы его задеваем, справляется с таким количеством негатива, который, мне кажется, мы на него скидываем, что вот просто так нам не дано точно ничего. Я вчера смотрела интервью у Зубаревой. Врач есть такая. Она говорит, у нас нет лишних органов. Все там, где должно быть. Да, вот мне тоже так кажется, что у меня нет лишних частей тела, у меня нет лишнего жира, который нужно вытащить из тела, убрать. У меня нет ничего лишнего. Если что-то хочу убрать, мне нужно брать свой мозг, брать свое туловище, идти и заниматься собой. Потому что нравится кому-то, конечно, классно, но чтобы нравиться себе, мне поможет только это. Что бы я ни сделала при помощи хирургии, я себе вряд ли понравлюсь больше. Клип стал, да, таким вот апофеозом, когда ты такая, все, я вот себя приняла, научила себя видеть красивой. Давай сделаем. Я даже училась еще, наверное. А, училась. Опять как послание в будущее, да? Прикольно, кстати, у тебя. А я все клипы также делаю. То есть я в клипы прячу социалку, которую проживаю сама для того, чтобы учить других людей, потому что... Но ты при этом, что классно, что ты типа не научилась и учишь, а ты сама в процессе и как бы хочешь научиться тому, что делаешь. И вот как бы, мне кажется, вот я сейчас понял, в чем твой прикол. Да, наконец-то. Да, ну я очень долго изучал. Ну понятно, что ты трушная, да, понятно. Но вот это круто, что как будто бы ты в процессе чего... То есть ты не прошла и спела о том, что прошла, а ты реально в процессе что-то делаешь, как послание самой себе. И люди это считывают как послание им, но это работает, потому что ты сама себе вот члешь. Да, и я вместе с ними это меняю. Да, да, да. А ты знаешь, что у мальчиков не меньшее количество комплексов, с чем у девочек. Ну это то же самое, знаешь, вот я говорю, я могу сидеть с каким-то пацаном и думать, блин, там такие, не знаю, очень силево там вот это выглядит, блин, глаза такие красивые, блин, брови такие крутые, а чувак же думает, что он урод, понимаешь? Ну это понятное дело, да. И ты думаешь, как вот мы так видим себя, как мы так видим себя по-необычному. Тупо? То есть, да, очень тупо. А песню как ты решилась на «Малая поина»? Это же вообще супероткровенно. А вот это я даже не решилась. Короче... Без твоего ведома? Нет, тут не без моего ведома, но не планировалось выпускать. Я ее написала раньше, чем она вышла. Мы сидели в офисе и обсуждали интро концерта. Ко мне подошел Грей, режиссер наш, и говорит, слушай, а ты интро на концерт написала? Ну, приглашение. Я говорю, не, не написала. Он говорит, ты ленивая стала. Вот ты раньше писала, приглашение нашел. И меня так это зацепило, думаю... Эм, мотивация. Да, и я думаю, меня ленивой назвать? Ну, как бы это вообще ужас просто. Ну, знает, на каких струнах играет просто. Да, он знает, как мной манипулировать. Но я ведусь на манипуляции на эти самые... Я до сих пор тоже. Да, но мне нравится, потому что... Что, красивая манипуляция. Хорошо же сказал, знаешь. О, это манипуляция. Поведусь на нее. Да, да. Я, конечно, всегда просекаю и выбираю, вестись или нет. Ну, в общем, я ехала домой и хотела написать очень светлое и доброе приглашение на шоу. Так, да. И помнишь мою историю, как я сидела на Мальдивах и говорила, я не хочу записывать то, что было. Да, да, да. Вот я же ничего не написала тогда. То есть я за период предыдущих полгода практически вообще не писала песни. И я включаю музло, которое мне Грейс кинул. И минут за пять, вот чтобы не соврать, от начала до конца пишу песню. Я пишу первую строчку про брата, самую первую. И думаю, ой, это не выйдет, надо этого не писать. А потом думаю, не хочу писать, думаю, выйдет или не выйдет. Пускай пока пишется, напишу то, что пишется, а потом просто положу в стол. Я отправила песню Лиане, отправила Лизе, Алене. То есть мы ее вечером с Алексом уже сделали. И мы ее сделали просто как память такая, которая останется у нас в столе. И даже с Аленой мы сидели обсуждали. Алена говорит, наверное, ну, лучше не выпускать. Типа слишком лично. Да, это уже слишком лично. Это прям и имена там, знаешь, есть, которые тоже многие из них не хотели бы публиковаться. Почему ты решила такая, нет, все-таки, типа, давайте? Я в какой-то день, во-первых, я слушала на повторе каждый день. И сначала я плакала, когда ее написала, плакала, когда ее слушала много раз. Плакали все. То есть плакал Макс, плакала Юля, вот даже те, кто здесь сидят. Просто звонила в слезах Алены. И вот мы, проплакав всю неделю, поняли одну простую вещь, что это может быть не так лично, как нам кажется, потому что это мы знаем, о чем каждое слово. Возможно, для других людей это будет играть по-другому. И я, если честно, абсолютно незнакомому мне человеку, ну, как просто вот знакомому фону, кто точно не знает о моей жизни ничего, включила песню и спросила, что она значит для нее. И когда мне человек в ответ начал рассказывать, что, ой, слушайте, а у меня вот такая вот ситуация, у меня вот такая, это вообще песня просто про меня, я поняла, что это для меня она звучит слишком лично. Когда ты знаешь каждый факт из моей жизни, тем более ты там, скорее всего, даже больше понял из каждого слова, потому что ты видел... В контексте, я видел это лично, да, конечно. Да, ты видел лично, ты о чем-то говорил с Дэном, там, когда были какие-то переносы или что-то еще. Ты много фактов знаешь, и они для тебя, естественно, звучат абсолютно по-другому. А для многих людей это просто песня спасения. Для многих это их история семьи, для многих это их история жизни, для многих это их история любви. И для многих это их история, я не знаю, просто личной какой-то драмы, разочарования, и наоборот, выхода в то, что у тебя есть поддержка, и у тебя есть человек, который говорит тебе, малая, пой. Малая, пой, это же не про музыку. Ты же понимаешь, я пою о том, что... Ну, типа, иди, конечно, иди, да, да, да. И я, когда уходила с шоу, я так расплакалась на этом треке. Притом я весь трек держалась, уже когда спиной к зрителю развернулась и стала идти, я думаю, блин, это самое лучшее, что я могла сделать, это все-таки выпустить эту песню. Потому что одним треком ответить на все, что происходило у тебя за долгий период времени, мне кажется, что это круто, и мне это безумно помогло. Я монтировала же ролик сама, и монтировала ролики старых событий. Я свежак даже не вставляла никакой. То есть монтировала, когда я реально лежала и под капельницей, одновременно репетировала и показывала людям, что я улыбалась в этот момент. То есть я не показывала, что, типа, пожалейте меня, какая бедная, несчастная, типа, ой, плохо себя чувствую. Нет, я показывала, что я как-то каким-то чудом умудрялась одной рукой лежать вот так, вот сидеть, петь и ржать со всеми. То есть хотя я понимала, что у меня сейчас вообще не до смеха, по большому счету. Я сейчас должна была грустить. Но когда ты меняешь свой фокус внимания на что-то прекрасное и замечаешь абсолютно другие вещи, а не слезливость, мне кажется, что твоя жизнь меняется целиком и полностью. Мне вообще вот этим, знаешь, нравится творчество. Вот недавно мы играли с пацанами в FIFA, и зашла речь за сериал «Тед Лассо» про футбольного тренера. Ну, не суть. И один чувак такой говорит, что вот, сериал прикольный, он про футбол, но как бы во втором сезоне там стало его меньше. А другой тип такой, в смысле про футбол, главный тренер, проживает развод. Я в этот момент там лежу, живу хрен пойми где, и такой, вау, я тоже проживаю развод. И сколько таких людей, которые в отдельном, даже вот в этом интервью, они выцепят каждый свое, и оно нам с тобой не принадлежит. То есть как бы мы вложили то, что хотели вложить, а что каждый в нем увидит. Вот именно поэтому я выпустила песню «Малая пой», понимаешь? Я поняла, что, вау, для меня это моя песня, для остальных людей это другая песня, это песня про них. Какие песни у тебя дальше? Вот ты говоришь, что будет какая-то большая песня летняя. Да. Классная капец вообще. Я должна была, кстати, сегодня ехать ее дозаписывать, но сегодня не поеду, через два дня вернусь и поеду запишу ее. И хочу ее прям сразу выпускать, потому что я очень, я вообще не то, что очень давно, я никогда не писала таких песен. Каких? Счастливых. Самая счастливая твоя песня? Мне кажется, самая счастливая моя песня. Да. Да. Блин, вот я знаю Марину пять лет. К сожалению, да, еще давай? Почему? Мне такой лучший друг всегда говорит. Никаких сожалений. И я все время, ну вот не дашь соврать, я тебе постоянно говорю, ну что за грусть постоянно, почему ты пишешь грустные песни? Да, так мне грустно было. 300 тысяч там нарезок можно сделать, когда что-то веселое. И вот проходит время, трансформация, столько событий, была и совсем лютая грусть. Какие-то подъемы. И вот спустя пять лет по-настоящему... Задимился своего просто, знаешь, можешь сказать. Возможно, это я вбил тебя в голову. Но слушай, я не перестану грустные писать. Потому что это часть жизни. Да, даже не то, что там целенаправленно, знаешь, грустная. Просто у меня такое количество лирик, я так ее люблю, она такая красивая. Это так круто. Иногда же нужно вовремя людям и позитив дать, а иногда вовремя и убаюкать и пожалеть. Это классно, это важно. Например, я считаю, что самая большая ошибка, которую я совершала, когда мне было плохо, это я ввелась на слова человека, который говорил, что тебе нужно переключаться, тебе нужно вывозь из этого, тебе нужно вот что-нибудь веселенькое. И когда я пыталась, когда мне нужно было просто, как мне кажется, мне нужно было обнимать, слушать и жалеть, и я заслуживала этого, меня заставляли веселиться, вопреки моему желанию просто лежать, смотреть сериал и не выходить из дома. И вот мне кажется, что это как раз-таки тот важный баланс, который важно соблюдать и в музыке, и важно соблюдать в жизни. Я бы не хотела превратиться в исполнительницу веселых песен. Ты не такая же, ну конечно. Я лирик по жизни. И я говорю, мне нравится иногда успокаивать людей. Мне нравится им не только показывать, что нужно веселиться, а иногда показывать, что нужно прогрустить, нужно проплакаться. Ну это нужно, это важно, это классно, у тебя есть на это право, это супер. Потому что потом будет хуже, если ты это не проживешь. Да, потом будет гораздо хуже, и я это прошла. Нет, потом было гораздо хуже. Ну вот обычно в конце я спрашиваю, какой твой рецепт счастья. Мне кажется, все интервью было ответом на то, какой у тебя рецепт. Капучино на кокосомолоке. И сладкая булочка, конечно. Ну ты реально море рецепт счастья. Илья невероятно счастлив, что у нас получилось с тобой поговорить, что ты пришла ко мне на канал. Это взаимно, мы еще в такой кафешке крутой сидим, капец. Да, кстати, это, ну я уже рассказал. Я предлагаю всем в Бали переименоваться, и здесь вообще будет максимально уютно, тем более в летний сезон. Ну пока что это котовка, заезжайте на Майковскую, адрес появился где-то здесь. Так, пока ты еще не ушла. Что, ты мне свечи на любовь несешь? Не настолько, это мы уже тебе подарили. Господи, Ванечка. Спасибо. Это тебе, Мари Краймбрили, несу свет. Несу свет? Несу раз. Да, несу два, несу три. Класс. Спасибо. Тебе спасибо, мне кажется, классненько было. Было. Я не знаю, как правильно знаю, что эти ценности ложные. И что это нормально, когда на пути тебе страшно и сложно. Может быть, я не прав, и этот подход не откроет мне двери. Но, по крайней мере, я делаю то, на что искренне верю. Спасибо. Спасибо.